И снова всем здравствуйте! С вами Сити Лайф, а это значит в ближайшее время вы узнаете все самое интересное и полезное в сфере отдыха и развлечений. Ну что, дамы и господа, готовы? Готовы к тому самому долгожданному дню, а нет, точнее к ночи. Да я вас понимаю, год подходит к концу, столько дел, столько забот, елки-подарки, а хотя для кого-то и конец года праздник и между прочим не менее долгожданный. Ну собственно, с чего мы и начнем. Ну а я как главный эксперт в этой сфере могу сказать следующее. Журнал Белиссимо, впрочем, как и всегда, на высоком уровне, с салютом и всеми прочими сюрпризами подытожил 2011 год. К вашему вниманию подробности смотрим. Водевиль, водевиль, водевиль. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 как-то забываешь о своих проблемах, и, как всегда, разговоры о самом любимом этом веселье. Сколько времени тебе нужно было, чтобы зарекомендовать себя как главной тысовщицы нашего города? Сложный вопрос. Это все так шло. Ну, как это все начиналось вообще? Почему сейчас, когда видит Евгения Андреева в клубе на тусовке, говорит, ой, это же Женя, она же не пропускает ни одно мероприятие, ты же вообще, это звезда. Ну, получилось на самом деле интересно. Это, наверное, все было благодаря моим бальным танцам. Потому что я занималась танцами профессионально, и как-то я решила попробовать поучаствовать в одном из клубов города Кемерово в баттлах. Танцевальных? Да, я никогда не ходила в клубы, меня не отпускали родители, переживали. И я где-то в 16-18 лет, меня отпустили, все, я пошла там участвовать. И я вот тогда эти первые нотки вот этой клубной жизни, музыка, вот это... Прочистила. Да, я прям, как говорится, словила вот эту вот изюминку, все, мне захотелось ходить, танцевать. Давай вернемся с тобой к фееричному появлению на мероприятиях. Я знаю, ты это любишь, ты готовишься к каждому мероприятию, новые наряды, шикарные, потрясающие шляпы, перья. Вообще время откуда берешь на это? Скажи мне, пожалуйста. Ну, вообще, как бы еще интересно, что люди все время спрашивают тоже, зачем тебе это надо? Да. Ты хочешь потом получить какую-то премию по Ташгоду или еще что-то? А почему бы и нет? Нет, ну, как бы я изначально об этом не думаю, когда я собираюсь на мероприятие. Когда ты идешь на мероприятие, тебе вручают пригласительный. Там, где есть маленькая строчка под названием Дрескод. Дрескод. Они находят много времени, чтобы собраться вот как-то вот прям так вот празднично и прийти на это мероприятие. В основном люди выдержаны в таких головых там костюмах, ну, может быть, платьях. Я молодая, как бы энергичная. Свободная. Да, пока свободная. Я думаю, что я могу себе позволить подчеркнуть себя и одеться ярко, чтобы опять же на меня обратили внимание. Жень, давай немножко поговорим о личной жизни. Не секрет? Абсолютно. Я знаю, твое сердце свободное. Жень, а будущего супруга, будущего мужа, ты будешь себе искать в тех же кругах, светских тусок и так далее, в общем, весенчака, клубного такого мужчину, либо все-таки, либо. Я думаю, что почему и нет. Даже, возможно, на таком мероприятии можно с кем-то и познакомиться. Не все же ты в городе знаешь. Если он скажет, Жень, все, что будешь делать? Я считаю, что наоборот, надо постепенно уже отходить от этого дела. И если хочешь вместе, можно сходить отдохнуть. Тебе надоела уже эта публичность? Она тебе мешает как-то вообще иногда расслабиться, хочется уехать в другой город, чтобы где тебя никто не знал, спокойно оттянуться, оторваться от души есть такое иногда? Да, бывает такое. Все надо в жизни пережить. Я думаю, что каждая девушка мечтает о таком периоде жизни, может даже небольшом, когда все тебя видят, узнают, почему нет. То есть это твое, да? Ну, а сейчас да, а когда уже что-то меняется в жизни, даже появление второй половинки, это в принципе не надо, потому что ты хочешь быть в тюрьме, и с ним зачем это? Согласна, я полностью согласна. Жень, ну и хочется подытожить наш с тобой прекрасный диалог, мне очень понравилось. Спасибо. Поздравление меня и всех телезрителей с наступающим Новым Годом. С радостью, с большим позитивом хочу поздравить телеканал «Мой город», тебя, Настенька, и всех-всех зрителей, всех жителей нашего города. Хочу пожелать всего самого яркого, светлого и позитивного. Живите и радуйтесь жизнью. Ну и с наступающим Новым Годом. Ура! С вами была, я еще раз напоминаю, самое популярное тусовщество города Кемерово – Евгения Андреева. Ну вот, а теперь можно немного о ночной жизни. Без нее никуда. Передаю слово Анастасии Нечаевой. С отличным настроением приветствую всех на долгожданном предновогоднем окренде уходящего года. Веселье, море позитива, предпраздничное настроение, волшебная атмосфера – и все это в ночном клубе «Ганеш». И я с нетерпением бегу к своим клаперам поболтать и узнать чего-нибудь интересненького. Да, я решила, где и с кем буду отмечать свой Новый Год. В кругу лучших и близких друзей. Я буду его отмечать в стиле 90-х. Сама я себе придумала костюмы, все мои друзья тоже. В стиле 90-х. То есть музыка 90-х, костюмы 90-х, яркие тона, яркие лаги ногтей, яркие, вообще яркие головы, яркие сумасшедшие костюмы. Супер вообще. И музыка, самое главное, 90-х. Этот прошедший год – это самый лучший год, наверное, потому что это последние студенческие года. И, если честно, даже хочется еще бы годик остаться там, поучиться, если честно. А определилась, где будешь справлять Новый Год и с кем? Да, конечно, с моим любимым парнем я буду справлять Новый Год. Жду самого лучшего, чтобы у всех моих близких, хороших было все хорошо. Чем запомнился уходящий год тебе? Уходящий год мне запомнился тем, что моя сестра вышла замуж. Да, вот. Живет она за границей. Вообще, какие у тебя существуют традиции встречи Нового Года? Ну, я сначала встречаюсь с Новым Год семьей, а потом, ну, как бы с компанией веселой. Какое желание загадаешь под бой курантов? Ой, ну даже не знаю. Наверное, хорошо сдать экзамены. Есть такое поверье. Если увидишь звезду перед Новым Годом, обязательно все сбудется. Ура! Я с ней сейчас даже поговорю. Диджей Макс Майерс, город Москва. Привет! Добрый вечер. Насколько я понимаю, сейчас мы беседуем с программой City Life с рубрикой Night. Чем будешь сегодня клаберов наших удивлять в предновогодний уикенд? Ну, ваших клаберов в предновогодний уикенд я не буду сильно нагружать новой какой-то музыкой. Я все перемешаю, поиграю немножко нового, немножко старого, немножко новогоднего, чтобы все люди в преддверии Нового Года остались в прекрасном настроении и обязательно посетили этот клуб Новый Год. Ну, я поразился. Мне очень нравится Кемерово своим, как бы сказать, убранством перед новогодним. Поэтому, наверное, у всех людей здесь новогоднее настроение. С наступающими новогодними праздниками желаю провести их в прекрасном настроении. Пожалуйста, загадайте что-нибудь такое, что обязательно осуществится. Не загадывайте супер, потому что без мечты жить нельзя, оставьте мечту в стороне. А что-то такое, что вас порадует в 2012 году, и когда в 2013 будете справлять, и скажете «Да, я это сделал», это будет круто, это будет плюсик в вашу душевную копилку. Поэтому с наступающим Новым Годом, друзья! Что-то я подзарядилась предновогодней обстановкой. Теперь вместе с вами жду с нетерпением этого дня. Всем желаю незабываемых каникул. Ну, а я побежала за подарками. Пока! Эх, приходи, приходи, поскорее Новый Год. И, пожалуйста, принеси с собой только самое лучшее. Мы этого заслужили. И чуть не забыла, ночной клуб Ганеш приглашает всех на рождественские выходные. А с вами, драгоценные мои, мы увидимся уже в 2012 году. С наступающим! Ура! Люблю вас! Субтитры подогнал «Симон»!